Меня зовут Сарамыцкая Алена Николаевна, я являюсь главным врачом клиники «Профессионал» и являюсь международным тренером-экспертом. Самое главное, что мы должны помнить, кроме того, что у нас стареют мышцы лица, у нас еще есть определенная дисгармонизация овала лица. И почти 80% пациентов обеспокоены дисгармонизацией овала лица по крайней нижней челюсти. Поскольку это часто запрос, и мы очень часто смотрим свои фотографии, и многим пациентам не нравится профиль, как они выглядят. Поэтому мы должны четко понимать запрос пациентов, какая их боль. И звезды тоже не исключение. Они очень внимательно уделяют свое внимание своему профилю, потому что они более медийные, их фотографируют не всегда в удачном ракурсе. Поэтому, конечно, запрос пациентов очень часто мы слышим на идеальный овал. Это является проблемой не только женщин, но и мужчин, и мужчин тоже это удручает. Поэтому в нашей клинике, я могу похвастаться, в нашей клинике больше 45% мужчин. Мы занимаемся биохакингом, мы занимаемся чекапами, мы занимаемся подготовкой спортсменов. Я как врач спортивной медицины хожу сама в горы и еще ввожу альпинистские сборные. Мы ходим в горы и подготавливаем специалистов, вернее спортсменов, и не спортсменов по ходам в горы. Поэтому у нас очень много мужчин, мы их заманиваем чекапами и капельницами, а дальше уже предлагаем им другие методики. Что интересно, прежде всего нужно помнить, что в нашем арсенале многообразия аппаратов и методик есть большое колоссальное количество аппаратов, которые работают и с жировой тканью, и с кожей. Мы жгем, парим, жарим, высверливаем дыры и так далее в коже, делаем микрогольчатые РФ, делаем различные методики. Но до сих пор не было ни одной технологии, которая бы, во-первых, работала с мышцами, кроме миостимуляции. Но это не совсем то. И одномоментно работала бы с подкожно-жировой клетчаткой. И если мы посмотрим на факторы, которые способствуют возникновению второго подбородка, это все понятно. Но самое главное, что у нас ослабевает мышцы подбородочной зоны. Что делают пациенты, приходя к нам? Они говорят, мне не нравится обал уколить у него ботулотоксин мышцу платизму. Как только мышца ослабела, как только мы инъецируем нейропротеин в медиальные тяжи платизма, становится еще хуже. И тогда прямой путь к хирургу. Но хирургия не решает проблемы этой. Что делают хирурги? Они делают платизмопластику. Все. А пациентка приходит после платизмопластика и говорит, доктор, знаете, у меня как будто бы лучше не стало. Почему? Потому что есть еще другие мышцы, с которыми хирурги не работают. И если мы поговорим о вариантах дисгармонизации овала, то мы видим, что самое неприятное – это потеря мышечной ткани. Вот я сегодня говорила в самом начале про пенсионный фонд. Почему это важно? Потому что, подходя к 40-45 годам, у нас есть определенный объем мышечной ткани. И если объема не хватает, если его мало, если качество мышечной ткани плохое, то дальше за каждый год мы теряем от 1 до 5% мышечной массы. И к 50 годам мы приходим с какими признаками старения? Саркопении раз. А второй момент, самый неприятный, помните, это скини-фэт. Вроде бы и худой пациент, а мышечная масса-то не в тонусе. И если мы прочекапим каждого из нас сидящего, то каждый второй сидящий здесь специалист – это специалист диспластик. Мы же все диспластики. И для нас диспластика – самая большая боль – накачать мышечную массу. Я бы с удовольствием ее качала, качаю ее каждый день, хожу в спортзал, но не накачиваю, потому что я диспластик. У меня нарушены процессы коллагенообразования и процессы образования мышечной массы. Поэтому в свою клинику, прежде всего, я покупала аппараты, которые нужны мне, это реально, по боли. Появился М-Скалп, прочитала про него, думаю, так, супер максимальное сокращение, то, что мне нужно. Хожу в спортзал, не вылазив из него, я не полнею, я пытаюсь накачать мышечную массу. Но, как видите, мышечной массы у меня объема не так много, хотя я занимаюсь тяжелыми весами. И когда говорят, девушки, не занимайтесь тяжелыми весами, будьте большие, огромные. Я бы хотела стать большой, огромной, хоть в каких-то частях, не получается. М-Скалп приобрела для себя, потому что диспластик, потому что мышечная масса не набирается, потому что стала взрослеть, не люблю слово стареть, и пытаясь накопить себе определенный объем мышечной массы в свой пенсионный фонд. И когда появился уже МФС, я подумала о том, что да, слушайте, на самом деле же история такая, что с мышцами лица-то мы вообще не работаем. И когда мы видим изменение овала лица, когда мы видим носогубные складки, визуализацию скуловой зоны, визуализацию скулощечной борозды, это есть не что иное. Не только снижение тонуса кожи, не только дислокация жировых компартментов, а еще ослабление мышц. Я подумала, так, наверное, это тоже то, что мне нужно. Прошла методику первый раз в Париже, попробовала, плюс мы еще там отекшиеся после прилета, посмотрела на себя, как я выгляжу первые три дня великолепно просто, и думала, господи, наверное, то, что мне нужно. Поэтому уже работая с этой методикой, мы понимаем, что и работа с субментал тоже нужна. Все мы знаем угол красоты. По сути, что такое угол красоты? Это угол 90 градусов, который локализуется между подбородком и шеей, фактически 90 градусов. Чем угол становится более тупым, тем мы неосознанно считываем возраст нашего пациента. И зачастую все хотят профиль Джоли, идеальный профиль, либо профиль Нефертити, потому что идеальный шейно-подбородочный угол. Как только мы видим такую дисгармонизацию, визуально сразу прибавляется возраст пациента. Поэтому невербальный формат считывания возраста пациента всегда присутствует. Принципы работы вам уже рассказали, много показали. Я только хочу сакцентировать, что это две технологии в одном аппликаторе. Это Hi-Fest технология и синхронизированный RF+, монополяр, который работает с коллагеновой тканью. Говорили уже много раз по поводу работы с зуббрюшной мышцей. На самом деле, работа с этой мышцей возможна только при работе с субментал. Как мы можем поработать с мышцами под нижней челюстной зоной? Ну, миостимуляция не работает, так как M-Face. А есть еще такая технология, которую пропагандируют наши фейс-билдеры. Знаете наверняка, мьюинг. Это гимнастика, когда остается вакуум и так далее, и так далее. Но она не работает на двубрюшную мышцу. Я уже изучала этот процесс по-разному. Смотрела и участвовала даже в одном таком квесте, когда мы спорили с фейс-билдерами по поводу накачивания мышц. Проработки мышц лица, когда они с помощью гимнастики работают с этими мышцами. Конечно, это, на мой взгляд, удручающая технология, которая способствует только накачиванию мышц депрессоров. А если у пациента есть еще неврология или у пациентов есть гипертонус мышц, к сожалению, происходит усиление тонуса мышц депрессоров. А нам нужно ослабевать тонус депрессоров и усиливать тонус леваторов. Вот в этом заключается работа как раз технологии Hi-Face. И мы видим мышцы мишени. Это двубрюшная мышца, ее передняя и задняя брюшка, с которыми работает как раз-таки субментал. Для меня, на самом деле, это стало неким открытием. Почему? Потому что у меня нет избытка подкожно-жировой клетчатки в области под нижней челюстной, но есть снижение тонуса. И гиподиспластики, пациенты с ослаблением мышечного тонуса, они страдают как раз-таки провисанием мышц. И попробовав такую методику, я покажу вам потом наши работы, хочу сказать, что тонус очень хорошо останавливается. Если вам нужно идеально выглядеть на фотографиях, в каком-то обществе, сделайте себе, пожалуйста, технологию Hi-Face. Хотя попробуйте, пожалуйста, можете сейчас попробовать. Вы увидите, как изменяется ваш профиль. Для меня, конечно, это было неким открытием, поскольку я не всегда вижу пациентов с избытками ПЖК, но часто вижу с изменением тонуса мышц и тонуса кожи. А здесь два в одном. Поэтому синхронизированный RF Plus работает на эластой коллагеногеногенез. И мы видим тому доказательства. Кроме этого, что хочу сказать. Компания BTL для меня стала компанией, вызывающей доверие, не только потому, что у них очень уникальные технологии. Это технологии большой медицины. Первый аппарат, который я приобрела, это был ударно-волновая терапия. Поскольку я занимаюсь спортом, и у нас очень много спортсменов, которым нужно оказывать помощь и расслабление мышц, а ударно-волновая терапия, УВТ, помогает очень хорошо справляться с гипертонусом. И, как мы видим, у этой компании есть всегда высокая степень доказательности, потому что они из большой медицины, всегда показывают и доказывают нам исследования, которые проводились на пациентах, на животных, которые доказывают эффективность данной методики. Таким образом, если мы посмотрим на синхронизированный RF Plus, мы видим, что здесь идет равномерный разогрев ткани, стимуляция апоптоза. Я не очень люблю липолитики, прямые-непрямые, потому что я считаю, что липолитики не очень управляемо работают в области лица. И если мы вводим липолитики в лицо, то есть такое изменение, как сжирание молодой жировой ткани, называемое ТЭЛЛО. И если уходит ТЭЛЛО, пациент стареет мгновенно. С этим связано, к сожалению, и сейчас повсеместно используемый препарат Аземпик. И мы сейчас видим, что мы видим парад Аземпик Фейс на наших просторах, как в России, так и за рубежом. В Америке, вот я была только что в Америке, в Америке вообще это повсеместно используется препарат, который используют богатые люди, потому что у них есть такой синоним. Толстый, бедный, глупый, а богатый, стройный, красивый, молодой. И они для того, чтобы не заниматься много спортом, все кулиси Аземпик. Когда я приехала и посмотрела на них, качество кожи, конечно, ужасное. Поэтому давайте говорить о том, что все-таки есть показания, есть методики, которые адекватно работают с жировой тканью. Вот одна из этих методик – это субментал. И мы видим разницу между работой синхронизированной РФ плюс и просто РФ технологии. Разница в том, что в нашем аппарате присутствует высокая мощность и, конечно же, нагрев жировой ткани до температуры апоптоза. Мы видим объемные эффекты при работе с щечной зоной и субментал. И покажу еще несколько клинических исследований. Для меня всегда очень важно видеть исследования, потому что я такой скептик. Я не верю вообще никому. Я всегда читаю. Мало того, что я читаю, я еще могу провести свое исследование для того, чтобы быть четко уверенной. Когда ты выступаешь и предлагаешь своему пациенту, который тебе доверяет, у которого кредит доверия к тебе высокий, ты должен быть четко уверен, что технология А работает, Б – она безопасна. В данном случае вы видите колоссальное количество исследований как на животных, гистологию кожи, увеличение уровня апоптоза и увеличение коллагеногенеза и эластогенеза, так и на людях. Вот, кстати, проводится исследование, оно еще пока завершается. Также данные МРТ и ультразвукового исследования. Это самое оптимальное, что мы можем применять. В своей клинике мы, кстати, также провели ультразвуковое исследование для того, чтобы понять эффективность методики. Не обманывать ли нас компания? Казалось, на самом деле, не обманули. Я вас предупреждала, что буду проверять. Что важно? По гистологии кожи здесь мы видим апоптоз, и еще важно, смотрите, у нас есть масса технологий, которые стимулируют коллагеногенез и минимальное количество технологий, стимулирующих эластогенез. Вот за эластин, к сожалению, у нас ответственно мало технологий, мало препаратов и аппаратов. И одна из них, конечно же, это технология M-Phase. Здесь мы видим увеличение содержания эластина на 113%. Я тоже прохожу данную методику, но не в качестве, наверное, лечения жировой ткани, а больше в качестве стимуляции коллагеногенеза и эластогенеза. Поскольку я диспластик, и для меня эта проблема, она постоянная. Поэтому, конечно, мы говорим о том, что диспластиком, своим пациентам я всем рекомендую данную методику. И особенно еще после хирургии тоже. Здесь мы видим данные МРТ, увеличение, уменьшение второго подбородка почти на 30%. И мы видим, что у 27 пациентов данная методика хорошо сработала. Эластичность кожи – самый основной показатель молодости, поскольку за наличие возрастных изменений или отсутствие их говорит не всегда наличие морщин, а качество кожи. Чем моложе качество кожи, чем она выглядит здоровее, тем пациент выглядит моложе. В нашей клинике мы активно применяем субментум, потому что основных два морфотипа старения славянских пациентов – деформационный и усталый морфотип. Деформационный можно разделить на деформационно-отечный и деформационно-патетический. Практически у всех пациентов есть проблемы со вторым подбородком. Здесь вы видите до и после, после четырех процедур. Фотографии сделаны при правильном освещении, в одной постановке пациентки и так далее. Четыре процедуры до и после – молодые пациенты, среднего возраста и более возрастные. Чем моложе пациент, тем более выраженнее эффект. С более молодой жировой тканью легче справляться, потому что метаболические процессы другие, потому что реорганизация ткани идет быстрее. Если вы работаете с более возрастными пациентами, просто дайте чуть-чуть больше времени на реорганизацию ткани. И в завершении мне хочется сказать, во-первых, показать работу наших коллег иностранных. Это блестящие работы. И здесь мы видим жировые ловушки, гормональные жировые ловушки в области второго подбородка, как у мужчин, так и у женщин. И подытожить свою небольшую презентацию, чтобы вас долго не мучить. Скажу только то, что все-таки для меня данная технология – это не просто эстетическое моложение. Это прежде всего качество жизни пациентов. Я повторюсь еще раз. Нам нужно увеличивать объем мышечной ткани, чем мы старше. Самая плохая новость в том, что чем мы старше, тем больше должно быть физической нагрузки. Тем хуже мышцы реагируют. Поэтому нам нужно супрамаксимальное сокращение. Это так называемые гармезисные тренировки. Кто хоть раз занимался, хоть одну сделал себе гармезисную тренировку. Знаете, что такое гармезисное? Это на стрессе, когда вы теряете сознание. Попробуйте маску. Это фактически у вас глаза закатываются, давление падает, вы прямо в обмороке. Попробовали хоть раз? Я пробовала для того, чтобы разогнать метаболизм, запустить метахондрии и так далее. Это тяжело. Я больше, чем раз в месяц не выдерживаю. Потому что потом я просто лежу. Так вот, технология, что HIFES, что MSCAL позволяет совершать гармезисные нагрузки для мышц. Это теория управляемого стресса, когда мышцы реагируют и меняют качество мышечного волокна. И для меня данная технология не только в лечении омоложения, профилактики старения, но и в лечении осложнений. В данном случае просто можно нигде эту фотографию не публиковать. Пациентка не давала согласия, но я не могу ее не показать. Это пациентка, которой доктор сделал аугментацию области лба. Вот мы видим в этой зоне. И получился такой нежелательный эффект. Буквально через пару часов закрывается верхний век у пациентки. Случилась эмболия. И мы ее взяли сразу на реабилитацию. Доктор позвонил и говорит, слушай, у тебя такой аппарат, давай что-нибудь сделаем. Я говорю, привозите. Доктор грамотно сделала лангидазу, уколола. Мы вели ее по лечению сосудистого осложнения. И сделали ей две процедуры. Обратите внимание, как поднялось верхнее веко. Я не обманываю. Здесь две процедуры. МФЭЙС. То есть для меня все-таки технология будущего, технология, обладающая искусственным интеллектом, это не столько про эстетику, сколько про здоровье. А в нашей клинике мы работаем также с неврологическими пациентами. Дальше мы уже наберем большой опыт работы с пациентами с порезами лицевого нерва. Есть пациенты с птозом после ботулиной терапии. Вот сейчас, кстати, к нам должна прийти известная ведущая, которая недавно выложила свою фотографию. И что хочу сказать. Учитывая, что для меня все-таки это технология про качество жизни, про качество мышечного волокна, я всем рекомендую использовать технологию МСКАЛ в своей жизни. Вы занимаетесь спортом. Делайте поддерживающую терапию для своих мышц. Один раз в две-три недели технология МСКАЛ позволяет вам использовать гармезисные нагрузки для ваших мышц. Это качество перестраивает мышечное волокно. Совершенно другое качество мышечного волокна. И я очень много хожу в горы. В частности, я ходила 9 мая 2021 год. Мы вводили три группы в базовый лагерь Ревереста. И компания БТЛ нас поддержала тогда. И мы готовили пациентов, у меня все пациенты, альпинистов, непрофессионалов. Мы проводили им процедуры МСКАЛ на тело. И мы, все три группы, у нас было в каждой группе по 10 человек. У меня все мои пациенты зашли до базовой лагеря Ревереста. 5,384 метра. Это Непал. Спасибо огромное за такую возможность быть причастной к миру высоких технологий.